Мне кажется, он остался и тихо молчит. Мне кажется, он исчезла, он намекает, но каким-то образом из-за очень старого альбомчика исчезла песня про то, что он не готов за медальку из алюминия под танк поднырнуть с гранатой в бескрайних степях Донбасса. Вот исчезла песенка, куда ты делаешь? Кто ее оттуда вымырл, интересно, не знаю. Так, я после эфира знаю, чем заняться, надо поискать. Кстати, а кого выбираете? Слава КПСС или Оксимирон? Оксимирон запредельно круче, дальше и прочее. Безусловно, мне не нравится фраза Слава КПСС, поэтому я буду по старинке называть его Гнойным. Бутербродский можно еще говорить. А Бутербродский или Соня Мармеладова? Да-да-да. Дело в том, проблема, мне кажется, проблема состоит в том, что он настолько поверил, что он гениальный, что он перестал стараться. Когда-то он старался и записывал, а потом, ну вот как пришло в голову, он тут же нажал, записал. Пришло в голову, нажал, записал. То есть плодовитость как апостсума не… Ну, то есть там по-прежнему есть очень классные вещи, но их нужно… Он не перфекционист в этом плане, на мой абсолютный взгляд. Безусловно, это очень талантливый человек. И мне как-то вот то, что он сделал до проигрыша… Ой, до выигрыша, sorry. Freudian mistake. До выигрыша у Оксимирона, мне казалось, что он больше старался, и мне то заходит больше. Хотя из последних вещей «Комната» – это очень классно, например. Вот. «Я один в комнате». Ну, такой мрак-мрак. Потом есть альбом, который полностью практически сделан под влиянием Егора Летова. Ну, для меня есть Егор Летов. Для этого, собственно… Так.